Здравствуйте, уважаемые зрители канала Баланс ТВ, в студии Дмитрий Чигаев. Сегодня мы продолжаем цикл наших передач «А вы в это верите?» Регрессинг – модное слово или реально работающая техника. Техника погружения в прошлое с тем, чтобы решить свои проблемы в прошлом. Сегодня вместе с нами в студии Юрий Вяльба, врач-психотерапевт, руководитель Центра психотерапии и психологической помощи. Здравствуйте. Здравствуйте. И Сергей Зуев, руководитель проекта Вайшнавский университет. Добрый день. Здравствуйте. Юрий Регрессинг, Вы являетесь специалистом по реинкарнационной терапии. Много лет работает Ваш медицинский центр, с 1985 года. Вы имеете большой опыт работы как врача-психотерапевта более 30 лет. Что Вас привело к тому, чтобы заняться или изучать эту тему? Дело в том, что работая психотерапевтическими методами, которые позволяют исследовать настоящую жизнь, получается так, что не всегда, даже при самой хорошей психотерапии, не всегда удается ликвидировать те или иные симптомы, которые у человека имеются. Не всегда. Не всегда. Не всегда. На эту тему достаточно очень давно произошедший случай, когда ко мне обратилась одна пациентка в очень тяжелом состоянии, с депрессией, с паническими атаками, со страхом даже выходить на улицу, потому что на улице начинались панические атаки. Паническая атака – это человек просто сковывает или просто… Нет, это возникает состояние вегетативное, сердцебиение, холодный пот, чувство страха, ощущение, что вот-вот-вот, сейчас умру. Вот такое состояние, которое достаточно тяжело переносится с пациентами и, как правило, это следствие неких невротических процессов психики человека. Вот. И с ней мы проработали… Да, и причем очень такой интересный анамнез – четыре изнасилования, бесконечные какие-то ограбления, причем от мужчин, с кем она имеет какие-то хорошие отношения. Вот. И, конечно, на фоне всей его такой тяжелой жизни дамы и плюс еще тяжелое такое детство, начиная еще с утробы, отец избил мать, когда девочка была в утробе матери. В общем, избил ногами. И, соответственно, вот эти страхи, переживания, которые еще в утробе ей удалось пережить, они, конечно, продолжились и в дальнейшей жизни. Достаточно тяжелая семейная жизнь, такой жесткий, тяжелый человек-отец. Агрессия моральная, физическая с его стороны по отношению девочки была. И вступив в жизнь, соответственно, множество проблем, которые у нее начались. И в том числе в личной жизни, в том числе с изнасилованием, в том числе с ограблениями, обманами и так далее, и так далее. Вот. И, конечно, какой очень тяжелый, большой глубокий. Да, и очень тяжелое состояние, депрессия, панические атаки, страхи. Практически я даже, в общем-то, не сомневался, брать ли ее вообще на лечение или в психиатрическую больницу человеку направлять. Но, тем не менее, осталось с ней работать. Мы с ней проработали все обиды, все какие-то жизненные ситуации, которые вызывали в нее негативные чувства, начиная с отца, с детства, родительские, детские отношения. И последующие люди, которые встречались на ее жизненном пути и в негативном плане в том числе. И ей стало легче, но по-прежнему оставался страх уже в меньшей степени. И практически исчезли панические атаки, но оставались. И тогда я не стал проводить сеанс гипноза, и она сразу же ощутила себя в прошлой жизни мужчиной. Причем ощутила себя в ситуации, она стоит с плеткой и бьет женщину. Причем женщина беременная, его ребенком. По сюжету этих воспоминаний он-она является типа наместника Раджи в Индии. Причем она к Индии не имела вообще никакого отношения, никогда не интересовалась, никогда не было каких-то у нее там литературы или еще чего-то на эту тему. Этот Раджа, этот наместник, очень жестокий, жадный и такой деспотичный человек. Грабил, отнимал, насиловал. В конечном итоге вот эта вот девушка была его наложницей, от него же забеременела. И чтобы избавиться от нее, он обвинил ее в воровстве, поместил в какую-то тюрьму, подвальное помещение. И еще приходила еще плетка, еще и лупасила ее. И в следующей жизни, вот она рождается вот в это то же время и началось, начиная с детства. Причем она четко знала, что ее отец является той самой девушкой, которую он бил. Вот с этого началось. То есть она в этом погружении тоже смогла это увидеть? Четкое понимание, четкое понимание, это на уровне такого необъяснимого знания возникает, что вот это так. И последующие пошли реакции, можно так сказать, кармические реакции с вытекающими там негативными последствиями для нее. Если в прошлой жизни она была неким преследователем, то в этой жизни... Совершенно зеркальная ситуация. Да, да, да. И, соответственно, после того, как она поняла, почему с ней это происходит, вот здесь у нее полностью исчезли страхи перед жизнью. Потому что до этого было непонятно, почему с ней такое происходит, за что, почему эта жизнь оказалась ей некой опасностью, от которой она пыталась уйти неосознанно вот в эти как раз невротические состояния в виде панических атак. И когда она это осознала, буквально произошло преображение очень серьезное, и в ее как бы самоосознании, в понимании жизни, она стала достаточно успешным бизнесменом. Сейчас она содержит солом по пошиву брачных там трибутов одежды, да, да, да. Ученка успешно делает бизнес, работает и достаточно гармонично строит свою жизнь, и очень аккуратно относится к своей настоящей жизни. Вот просто такой пример, вот очень такой показательный. Вот с этого, в общем-то, и началась моя реинкарнационная терапия, которую я стала проводить уже начало 90-х годов. Мне кажется, когда в нашу жизнь приходят такие события, такие ситуации, которые приходится разбирать и оказывать помощь таким людям, то, конечно, приходится задуматься и применять все возможные методы, которые могут только прийти. Сергей, вот реинкарнация. Веды говорят о том, что душа бессмертна, она переходит из тела в тело. Слушая рассказ, который под гипнозом рассказала пациентка Юрию, как врачу, психотерапевту, насколько это реально, насколько это соотносится с ведическим знанием? С точки зрения ведической философии, это вполне естественный ход событий, что мы меняем тела так же, как мы меняем одежду. То, что думать, что мы все время были в этой одежде, вчера мы были в другой одежде, завтра, может быть, мы будем еще по-другому одеты. То есть это происходит даже на протяжении вот этого жизненного цикла. Тела меняются, но мы себя ощущаем тем же самым. В этом смысле это вполне естественный ход событий. И вот сама вот эта вот история рассказанная, она показывает то, что в ведах зафиксировано как закон кармы, то, что мы сеем, потом мы пожинаем плоды. Это дает людям возможность понимать ответственность за свои действия в этой жизни, для того, чтобы избежать, скажем, каких-то вот таких ситуаций в следующей жизни. Это уроки своего рода. Да, это вполне естественная вещь, и реинкарнация происходит. Уроки, которые были заложены, они были посеяны, они сейчас пожинаются в этом теле. Я думаю, что это как раз демонстрация, примера, как работают законы ведической философии в жизни. Особенно, когда мы пристально присматриваемся к каким-то историям, вот они так вот выглядят вполне естественно. Светлана, но вы не считаете, что вот это могут быть какие-то игры разума, которые с помощью психолога или психотерапевта, или того, кто вводит в этот транс, всплывают, или какие-то, может быть, картины, которые могут быть навязаны? Или это действительно реальные картины, на ваш взгляд, которые всплывают в сознании или в подсознании человека? Ну, в сознании или подсознании много может быть голосов, влияний, в том числе и наш разум, он может что-то говорить. Но здесь речь идет о реальности, о реальности прошлого и реальности настоящего. И они связаны вот таким образом. С точки зрения вед мы путешествуем постоянно. Эти структуры разума, ума, они с нами путешествуют тоже. Поэтому говорить о том, что разум — это вот что-то такое, что это то, что присутствовало и в прошлых жизнях, то есть передается память определенная. В памяти есть конкретные механизмы, которые воспроизводятся дальше. Разум — это как бы структура, которая пытается понять, осмыслить это. Это немножко как бы другое. То есть вы говорите, что не фантазия ли это разума? Да, я вот пытаюсь выяснить. Может быть, это какая-то надуманная или под копирку что-то? Юрий, как вы считаете? Ну, во-первых, существуют исследования специалистов, врачей, медиков, психологов, которые далеки от, скажем, учений, но в силу своей профессиональной деятельности вольно-невольно сталкиваются с таким явлением, как реинкарнация. Ну, в частности, вот я столкнулся с такой проблемой. И хотел бы сказать, что такие ученые, допустим, как знаменитый врач, опять-таки врач и предсказатель Эдгар Кейси, он провел более 2050 сеансов регрессивного гипноза. И они зафиксированы протоколами. Документально. Документально. Ян Стивенсен более 400 записей, аудио-видеозаписей, сделал как раз с использованием инструментальных методов для доказательства наличия как раз регрессии. Некоторые из этих воспоминаний были действительно проверены. В частности, он исследовал мальчика, который помнил свою прошлую жизнь и помнил, где он родился в город. Они поехали в этот город, они нашли то место, где он жил, где прошло его детство, прошлой жизни. Узнал своих братьев, сестер. Их поименно знал и помнил, как их зовут. Это память с прошлой жизни осталась. Да, да, да. Сергей, Юрий говорит о том, что пациент его вспоминает, что мужчины были женщиной прошлой жизни, женщины были мужчиной прошлой жизни. Почему же у современного человека большинство современных людей не помнят прошлой жизни, как помнили, например, предки сто лет назад, двести лет назад? В таких случаях, я так понимаю, было больше, чем в сегодняшнем мире? Казалось бы, благое намерение, чтобы помнить, да, но оно на самом деле не такое благое. Если мы помним многое, то это, в общем-то, тоже и страдание для нас. То есть в истории психиатрии описан один человек, по-моему, его фамилия Шерешевский, вот он помнил в этой жизни все, что с ним происходило, но до секунды. То есть он стал пациентом психиатрической больницы, потому что это большой пресс, большое давление, поэтому мы даже эту жизнь, если не освобождаться от этих впечатлений, это очень тяжело переварить, усвоить. Поэтому существует, согласно ведам, защитный механизм, который позволяет в момент рождения ощутить себя начавшим жизнь с листа. То есть, грубо говоря, то, что нам дается возможность начать ощущать все, так сказать, сначала. Но это не значит, что память исчезла, она может в разных ситуациях проявляться, в разных ситуациях возвращаться, как-то пульсировать, но это все есть. Ну хорошо. Вот как раз у меня был вопрос, связанный с первым вашим рассказом, вот этим очень сложным случаем, который как раз обратил ваше внимание врача, имеющий академическое образование, традиционной медицины, на другое знание. В частности, ваша пациентка вспомнила о том, что она была наместником у Раджи. А, извините меня, интервал между тем воплощением и сегодняшней жизнью, я так понимаю, не в одну сотню лет. И между этим существовали еще какие-то воплощения? На самом деле, нет. На самом деле, это может быть по-разному. Руша может, насколько я знаю, соответственно, может приходить, если она недовыполнила свои какие-то задачи и каким-то причинам не смогла выполнить планируемые цели, задачи, она может приходить быстро. Но в некоторых случаях этот промежуток может быть очень длительный. То есть, вот ваша техника, которую вы применяете, реинкарнационной терапии, он позволяет сознанию человека, если я правильно выражаюсь, обратиться именно к проблемной ситуации? Да. То есть, разрешая какую-то конкретную проблему здесь и сейчас, сознание автоматически определяет, к чему ему обратиться или какой пласт поднять? На самом деле, да. На самом деле, ситуация вообще такова, что вот прошлое мы изменить не можем. Вот здесь уже то, что было, то было. Тут уже ничего не поменяешь. Поэтому посмотреть можно. Для чего? Для того, чтобы вот в нынешней жизни правильное решение, правильную позицию жизненную занимать, правильное действие предпринимать. Вот это да, это в этом плане как бы помогает. Вот как у этой девушки, она в общем-то поняла всю гармоничную жизнь, не опасность ее... А закономерность. Да, а закономерность. Если ты совершил грех, какой ты совершил насилие, это насилие к тебе придет. Да, кроме того, когда она поняла, что как душа, она прожила множество перевоплощений, страх перед смертью исчезает. По крайней мере, интенсивность намного снижается. Конечно, существуют инстинкты, противник не попрешь, как говорится, есть на нас заложено, но тем не менее, вот этот страх, который еще вызван неким таким нашим умствованием, что вот нам, с нами должно что-то произойти, и все, и конец, и больше ничего, и поэтому давай, скорее наслаждаясь вот в этой жизни, вот этот страх вот проходит, когда человек начинает понимать, что как таковой смерти нет. Мы вернемся к этому вопросу, Сергей, вот о страхе смерти. Могли бы Вы как-то тоже пояснить и рассказать, как веды раскрывают этот страх? Действительно ли он должен присутствовать? А не будет ли такого тоже понимания, что поскольку душа вечна, существует вечно, то можно тоже какая-то определенная доля безответственности может быть? Вопрос страха смерти и душа в этом мире, ее реальность, это вопрос такой глубокий, который всех в принципе волнует. И в ведах говорится о том, что душа принимает эти тела, и это своего рода школа, она обучается. Продвинутые в духовном отношении личности начинают по-другому оценивать эти же самые явления, и по-другому относиться, и по-другому действовать, и по-другому себя чувствовать. То есть вот этот страх, допустим, чем меньше мы знаем, тем больше мы боимся. Вот зачастую. То есть вот маленький ребенок, он может вообще всего бояться, его какие-то тени могут пугать. То есть неведение? Незнание, невежество, неведение, да. Это основа. Это основа. И это основа, к сожалению, вот в наше время, это основа, она как бы утверждается цивилизацией, как такой компонент. Но кажется, что мы столько знаем, такая наука, такой подъем различных технологий. С точки зрения понимания науки о душе, о человеке, о Боге, мы не знаем. Этот урок не выучен, к сожалению. Очень много знаем, много разных вещей, много каких-то элементов, смеси, каких-то законов. Но вот то, что касается живого существа, его бытия, его вечности, развития, это по-прежнему белое пятно. К сожалению. Почему? Потому что веды говорят о том, что в этой школе как раз вот этот урок, он очень важный. Он может, собственно... То есть все остальное факультатив, а вот это является... Подготовительные уровни или классы какие-то, они тоже могут быть важны, но их эффект относителен. То есть может казаться интересным, так сказать, что-то, но понимание, самоосознание или понимание науки о душе и взаимоотношениях с Богом считается в ведах такой сокровенной частью, которой нелегко подойти. И если человек осознает эти вещи, то он начинает видеть вот и реинкарнацию по-другому, и страх смерти другой. Страха на высоком духовном уровне, страха смерти нет. В вашем центре вы работаете с различными психологическими проблемами, начиная от неврозов, депрессии, семейных отношений, проблем заиканий, как раз страхов, фобий, и заканчивая зависимости, химическими зависимостями, созависимости. Вот реинкарнационная терапия, это метод, к которому вы сразу прибегаете, либо есть еще другие техники? Потому что Сергей как раз говорил о том, что не зря, согласно ведом, не зря вот эта память, она отсекается. На самом деле, да, абсолютно правильно. Дело в том, что в прошлой жизни мы не всегда были хорошими людьми и делали благовидные поступки. И наша память может... Что-то она, по-моему, подсказывает постоянно. Да, да, да. И не всегда даже людьми-то были, можно так сказать. И вот это вот с таким я раздутым современному человеку, вдруг я себя ощущаю там каким-то там пупуасом, да, или еще, или свиньей, это по собственному эгу так бьет, что маму не горюй, и нет, да нет, да нет. Про свинью вы говорите не в переносном смысле. А? Про свинью вы говорите не в переносном смысле. Нет, почему? В прошлых жизнях у нас были, особенно на голотропном дыхании, идут порой воспоминания, и в том числе животные воспоминания, которые мы проходили, и не только человеческое тело нам дается, душа же проходит эволюцию свою, и в разных телах, начиная с низших форм материи и кончая более высшими, разумной материей. Поэтому вот так. Все-таки, когда вы прибегаете к технике регрессинга, человек открывает свои прежние жизни, не считаете ли вы это опасным, что вы открываете какой-то ящик Пандоры, и человек не сможет справиться с тем грузом, который приходит его с простой жизни. Спасибо за вопрос. Очень хороший вопрос. Ситуация такова, что у нас внутри существует некий сторож. Можно назвать это подсознанием, можно назвать это, если бы мистически, можно назвать это высшими силой. Нас пустят именно туда, насколько мы готовы. Если мы не готовы к чему-то, что может им, и это может нам навредить, то нас просто наша бессознательная часть не пустит туда. Поэтому в этом отношении беспокоиться не надо. Пускай это настолько, насколько ты готов. То есть вы помогаете человеку, самому получается, получить это знание? В некоторых случаях, как бы я ни старался, ничего не происходит. Да, именно вот об этом я спрашиваю. В некоторых случаях это не абсолютно стопроцентно. Все пришли, все сразу видели свои прошлые жизни. Это не так. На самом деле, многие приходят туда просто из любопытства. Недостаточно мотива, и, соответственно, что человек желает, то и получает. Желает полюбопытствовать, но и мотивы недостаточны, и, соответственно, ничего не происходит. Может, кто-то хочет просто получить какие-то новые ощущения? Да, вот такое любопытство. Развлечься. Да, развлечься. Здесь в этом отношении особо не происходит никаких. А если человек мотивирован действительно на получение для себя какой-то очень важной информации, значимой информации для его настоящей жизни, то это происходит всегда. Мотивация. Очень важна мотивация. Я говорил в начале передачи о том, что знакомство с этой глубиной духовной реальностью, жизнь, она для человека является реализацией того шанса, к которому человеческая форма жизни предназначена. То есть человек может решить проблемы жизни и своей, и всех людей, дать понять эти вещи. Но и поэтому надо использовать его для этих целей. Веды говорят об этом откровенно, как вектор для человека. Юрий, вы как считаете, как врач-психотерапевт, когда человеку вот так ограничивается его восприятие внешнего мира, является ли это такой предпосылкой для того, чтобы человек погружался все-таки внутрь себя, изучал себя? Ну, на самом деле, так, в общем-то, я думаю, что да, это так. Некоторые есть такое понятие, вот, у йогов особенно, называется ситхи. То есть некие способности, да, вот там, слышать, ясновидение, яснослышание, там, скажем, какие-то другие способности, там, так сказать. Но вот в чем опасность, как бы, вот подобных ситх? С одной стороны, да, возможности можно расширить свои, там, так сказать, органы чувства и прочее, прочее, интуицию можно, так сказать, развить там до неимоверных возможностей. Другое дело, что, когда человек начинает этим заниматься, он становится человеком, который ходит вокруг столба, не идет вперед, так, столб, так, круглый, так, зеленый, так, вот такой, вот, изучает вот этот, вот, вот процесс своей ситхи, своих возможностей, теперь так, теперь такие мысли, а теперь у этого мысли почитаем, а теперь вот, вот это, теперь, а вот, и при этом не развивается. и в этом случае здесь большая опасность, что такой человек с такими развитыми способностями, ситхами, может быть, в общем-то, человеком достаточно опасным, в каком плане, для общества и для себя самого, потому что он, не имея духовных знаний, не развиваясь духовно, имея некие сверхвозможности, способности себя, может эти знания в соответствии с своим уровнем развития личности души, он может использовать просто не по назначению и навредить как людям, так и себе в конечном итоге. Хорошо, вот, я хочу прокомментировать то, что Юрий говорит. Как раз в йоге это считается очень важным, ну, хотя стремятся к ситхам, к сверхспособностям, но это считается не целью, а побочным продуктом вот этого процесса. И, вот, то, что Юрий говорит, как раз, что можно воспользоваться не во благо и во вред даже и соблазниться этим. Это считается одной из ловушек, на самом деле, вот, обладание ситхами, потому что это вам дают эти возможности, но с вас очень сильно спрашивают, если вы увлекаетесь какими-то более низкого уровня задачами при этом, то вы деградируете очень быстро. Поэтому не дается, вот, уже эта мысль сегодня звучала, не дается вам больше, чем на что вы способны, реально, по факту. Вам не дается возможности таких, чтобы духовное знание таким образом охраняется, оно не дается всем, каждому, и вот, скажем, доступ к такого рода способностям, он также должен быть защищен развитием нравственно-этических качеств определенных, чтобы вы не могли во вред и себе, и другим использовать. Через ваши руки, через ваш центр прошли тысячи пациентов. Когда вы применяете практику регрессинга, люди получают вот это знание, да, они получают источник, первопричину и могут сделать определенные выводы. Подвигает ли это их к самосознанию, к поиску духовности, к саморазвитию, к пониманию мироустройства? Есть ли вот такие реализации? Конечно, я могу сказать так, я еще не встречал ни одного пациента, который прошел через реинкоррессионные воспоминания, чтобы это не повлияло на его жизнь. Люди действительно становятся во многом отношения другие, они аккуратнее, более добрее относятся, как начинают к себе, к своей жизни, к окружающим людям. И многие действительно начинают изучать духовные какие-то концепции, менять свое мировоззрение, мировосприятие. Это огромнейший опыт, который помогает человеку развиваться. И поняв, что я душа, и ответственность, просмотрев все свои жизни, что там было и как вообще все это происходило, как это отражалось, но последующие жизни, а можно посмотреть не только одну жизнь. в некоторых случаях я за один сеанс 5-6 жизней можно даже посмотреть. И когда человек видит, чем кончаются вот эти безответственные игры с настоящей жизнью, то он становится очень аккуратен. Не в плане того, что он все боится, он становится аккуратен по отношению себя и по отношению окружающего мира, окружающих людей в этом плане. Более ответственным становится. Правильное слово это не страх, это ответственность. Вы как специалист ограничиваете ли кого-то, отказываете ли кому-нибудь в таких сеансах? Есть ли какие-то противопоказания, которые вы видите? Конечно, есть люди, которые там скажем, ну просто бывают психически больные. И если я вижу, что такой человек приходит ко мне, у него что-то не все в порядке психики, у него какая-то бредовая идея, если я в этом буду участвовать, в его болезненной игре, то это можно навредить. Поэтому всегда проходит обследование сначала у нас психологическое, всегда сначала собеседование со мной как со специалистом, как психотерапевтом, психиатром. И только после того, как все это пройдено, когда действительно убеждаю, что ничего плохого не будет для человека, и там все нормально, фон нормальный, личностный, тогда проводится инкарнационная терапия. Сергей, погружение в прошлые жизни, этот опыт, который человек получает, к чему, на ваш взгляд, он должен также приводить? фактически воспринимая этот опыт прошлых жизней, мы можем понять, что бытие закономерно, что оно взаимосвязано, прошлое связано с настоящим, и мы можем поставить настоящие цели и их достигать реально. Это называется термином освобождения. мы можем понять, сразу освободиться от многих комплексов, многих обусловленностей и понять реальность такой, как она есть. Как вы считаете, человек, когда погружается в прошлое, когда видит, что там есть реальные проблемы, не является ли это попыткой, на ваш взгляд, скрыться от сегодняшней жизни, от сегодняшней ситуации, уйти от решения здесь, сейчас и найти такое очень удобное объяснение проблем в этой жизни? С точки зрения ВЕТ, это один из механизмов мы анализируем прошлое, но у нас есть свобода воли, то есть этот человек не лишается, живое существо не лишается никогда. Для чего мы анализируем? Если вот этот закон кармы, он достаточно такой жесткий, детерминированный закон, то есть прошлое, настоящее, связаны, но свобода воли дается, и этот выбор, особенно, как я уже говорил, что вот скажем, жизнь животного это жесткий, детерминированная программа, когда на уровне жестких вот этих вот программ живое существо живет и проживает, у него есть своя линия развития, выбор практически отсутствует ввиду вот этой жесткости. Вот человек, человеческая форма жизни, особенности в том, что дается большой вот этот люб свободы выбора, дается большие возможности, и анализ прошлых жизней он может быть или может не обязательно, что он обязательно должен быть, но мы должны делать это для того, чтобы действовать сегодня, то есть не для того, чтобы просто сказать, а вот я вот оказывается там вот это была такая-то причина и все, нам придется здесь действовать, нам придется делать выбор постоянно. Исправлять-то здесь приходится. Исправление здесь, просто я почему хотел еще этот вопрос обсудить, я посмотрел на нескольких сайтах специалисты, которые себя таковыми называют, что они занимаются регрессингом, что погружаясь в прошлое, вы можете изменить свое прошлое, и соответственно изменится настоящее, то есть какие-то такие даются установки. Я так понимаю, что это в корне неверно. Я думаю, конечно, это в общем-то из рекламных каких-то целей делается, или по незнанию прошлое изменить невозможно. Либо упрощается задача для пациента, который приходит. Нет, на самом деле существуют не знаю, какие мотивы специалистов, которые так говорят, я так не говорю, поэтому не могу за них сказать, почему они так говорят. Но, на мой взгляд, изменить прошлое невозможно. Отношение к прошлому можно поменять. И из этого отношения поменять отношение к прошлому, поменять отношение к настоящему, это возможно. Это основная цель психотерапии — почерпнуть некие резервы для личности, для ее развития, для ее лучшей адаптации в этом мире, понимания этого мира, себя. Чтобы изменить свое отношение к настоящим, нужно сделать правильные выводы из прошлого, из информации, которая пришла. Вы сопровождаете своих пациентов после реинкарнационной терапии? конечно. — Вы продолжаете их вести? — Конечно. В основном ко мне обращаются где-то процентов на 60-е москвичи, они могут прийти, и всегда созваниваемся, и всегда у них истории, у них всегда все зафиксировано, и протоколы сеансов все зафиксировано. в некоторых случаях... — Вы фиксируете каким образом? Видео, аудио? — Отчет, он сам пишет. Он сам пишет отчет по виденному. — Пациент сам пишет? и плюс еще аудиозаписи тех сеансов, которые идут. В некоторых случаях я провожу сеансы по скайпу, даже по скайпу можно проводить подобные сеансы, но тут с протоколом немножко по-другому, но тем не менее это тоже есть. В основном мы сквичи, поэтому они все отслеживаются. Техника, которая применяется, регрессинг, под наблюдением происходит специалиста, и она оказывает по вашему многолетнему опыту реальную помощь. Возможно ли самостоятельное применение, изучив, может быть, как-то применение этой техники регрессинга, насколько это безопасно самостоятельное применение, либо, может быть, есть какие-то рекомендации, что после работы со специалистом какую-то перезагрузку или какую-то себе поддержку, в том числе психологическую может пациент оказывать самостоятельно? На самом деле вот здесь в чем несколько задач специалист при регрессинге должен иметь в виду. Первое, конечно, погрузить это не проблема. Проблема правильно интерпретировать полученную информацию, информацию и что-то сделать, правильно оценить, чтобы свои собственные какие-то измышления измышления не наложить на пациента. Поэтому правильно помочь в этом плане есть задача специалисту правильно как бы расшифровать, потому что бывает так, что за сеанс, скажем, вот как у Оксаны первый случай, который я приводила, девушка, у нее пошел один фрагмент. На сеансе был один фрагмент, она вот мужчина бьет беременную женщину. И дальше ничего, только вот эти переживания, но в последующих сеансах пошла расходка более объемного сюжета прошлой жизни. У некоторых идет за один сеанс идет весь сюжет раскручивается, прямо показывается все происходящее на моменты рождения, какие-то очень знаковые моменты жизни, связанные с проблемами сегодняшней жизни. Поэтому здесь очень правильно важно эту информацию использовать, правильно сделать, помочь человеку правильную эту информацию утилизировать для себя, понять ее. И в этом плане как раз помощь специалиста может быть очень активна. Что еще? Ну, относительно развития личности, да, здесь тоже, в общем-то, для того, чтобы правильно давать информацию, потому что показать все это человеку, ну да, ну увидели, ну и что дальше? Ну, правильно дать информацию, правильно дать информацию, что такое вообще душа, что такое реинкарнация, что это заявление, рассказать какие-то аспекты философии, связанные с учением реинкарнации, это задача специалиста, потому что зачастую человек приходит, получил информацию, а что делать с этой информацией, не знает. Да, да, и чего, и что. Вот как раз дальше могут быть использованы уже методы современной психотерапии, которые могут быть использованы для того, чтобы эту информацию правильно человек мог использовать для своей настоящей жизни, правильно ее как бы впитать и реализовать в своей жизни. И, кроме того, очень важно, чтобы специалист давал представление философское, что это такое реинкарнация. И в этом плане он должен быть неким проповедником. Отчасти ему приходится быть проповедником. Просто увидеть прошлую жизнь и все, и ничего. правильно интерпретировать, как это связано вообще с бытием, жизнью, как правильно подать человеку, чтобы в нем действительно произошли очень глубокие, так называемые экзистенциальные духовные изменения. Для этого нужно иметь определенные знания философские. И в данном случае мне очень помогает, по крайней мере, изучение вед в течение многих лет. У меня к вам просьба в заключении нашей передачи высказать какое-то пожелание о нашем зрителям, резюмируя нашу беседу с вами. Мы здесь затронули такие сокровенные вещи, связанные с душевным состоянием, с самосознанием, с пониманием себя, с таким путешествием даже в свой прошлый опыт, в прошлые жизни. Это реальность. Ведическая культура говорит, что это надо действительно, чтобы это было частью нашей общей культуры. Очень редко мы сейчас видим, что такого рода беседы происходят, и люди обсуждают эти вещи. Они очень важны на самом деле. Я к тому, что это культура, это знание, это практика, это очень большая ценность для человечества, как его сокровенный потенциал, который должен быть понят, раскрыт, осознан. Чтобы мы не боялись этих вещей, в узком сознании не жили, что ничего нет, я только здесь. Это реальность. Веды не учат ничему какому-то фантазиям, они просто позволяют нам осознать реальность, войти в нее и жить в этой реальности. Зачастую мы живем в более искусственной, в более или менее искаженной или искусственной реальности, и невоспринимаемой или непонимаемой реальности. поэтому я бы хотел пожелать нашим зрителям думать об этих вещах, развиваться в этом направлении и понять, что это не это неотъемлемая часть нашей жизни. Просто для некоторых она пока может быть закрыта или скрыта или неощутима, но это все в нас присутствует, оно все рядом здесь, и если вы присмотритесь, вы это все обнаружите. пожелания развивайтесь в этом направлении. Вредно я могу сказать лучше, чем сказал мой коллега в данной беседе. Тем не менее, конечно, я все-таки хочу сказать, что человек является более сложным явлением, чем мы порой думаем про себя, про окружающих. Это не тело. И какими-то механическими способами или химическими способами повлиять на состояние даже тела, невозможно уж тело напрямую связано с некой сущностью там внутри, внутри нас находящейся. И такое понимание человека себя и понимание другого человека тоже, как некой души, на мой взгляд, очень важно для любого, любого человека. И реинкориционная терапия дает такую возможность вот такого на практике убедиться, что это так, что на самом деле мы все являемся душами. И это очень важный такой экзотенциальный такой опыт, меняющий меры восприятия человека, самовосприятия человека, меняющий его взаимодействие с этим миром, самим собой, отношение к самому себе. и на мой взгляд, наука, пока еще, пользуясь материальными методами, пока еще никак не может объяснить это явление реинкарнации, тем не менее, на мой взгляд, это существует, и чем больше мы будем подобных опытов получать, ну, имеется в виду познание себя как души, в том числе через реинкарнационные различные практики, тем лучше будет для нас, для личности в плане нашего развития как личности, как души. Спасибо, уважаемые гости, за ваше участие, за ваши комментарии и пожелания нашим зрителям. Уважаемые друзья, у нас в студии был врач-психотерапевт Юрий Вяльба и Сергей Зуев, руководитель проекта Вальшнавский университет. В истоке каждой религии, как мы выяснили, есть идея и знания о реинкарнации, о том, что душа имеет вечную природу и переходит из одного тела в другое, пока не реализует свою задачу, пока не разовьет в себе стремление к возвышенному, стремление к Богу. Реинкарнация, регрессинг, погружение в прошлые жизни, возможно ли это действительно? Вы в это верите? С вами был Дмитрий Чегаев. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова поступили особенно добрые товары. Теперь у нас столько доброты, что мы готовы поделиться ею со всем добрым миром. Добрые люди, приходите к нам в добрый магазин за добрыми товарами. Добрые книги, добрые специи, добрые семинары, добрая косметика и добрая аюрведа ждут своих добрых покупателей. А для добрых оптовиков у нас действительно добрые скидки. Позвоните нам по доброму телефону 8 926 390 07 82 или заходите к нам на добрый сайт www.dobrodefizshop.com